Так, начинаем второй блок новостей. То, что мы не успели в первом прочитать и что еще нашлось по ходу дела. Напоминаю о том, что круглосуточный канал работает на общественных началах. Делитесь информацией, если у вас есть интересная. Кстати, насчет того, что мы слушали интервью Зеленского и что он не мог на самые очевидные вопросы дать ответ. Я думаю, он не дурак. Он ответы на эти очевидные вопросы оставил для дебатов. Зачем ему отвечать на заумные вопросы, если сейчас он ответит на простые. Понимаете, вот к чему я клоню. У него заготовлены ответы на обычные их вопросы. Газ, война на Донбассе, пенсии, коррупция. На все это ответы есть. Но зачем бы он давал точные конкретные ответы в интервью, если он понимает, что на дебатах тогда ему более сложные и хитрые вопросы могут задать. А так как он на простые здесь не ответил, он надеется, возможно, на то, что их, эти простые, зададут на дебатах. И тогда он красавчиком на них ответит. Вот, все, сказала. Так, Ищенко, это отдельно. Под Псковом принудительно посадили летевший к границе Российской Федерации самолет. В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ. Произошло это на аэродроме Всередке. Легкомоторный самолет зарегистрирован в Тверской области. Он вылетел с аэродрома Орловка без согласования своего маршрута. И этим мог создать аварийную ситуацию в воздухе, сообщили вести Псков со ссылкой на Псковское агентство информации. На запросы с земли пилот не отвечал. Самолет заметили силы противовоздушной обороны и в небо были подняты перехватчики. Воздушное судно посадили, никто при этом не пострадал. О нарушителях, их гражданстве и целях пока ничего не сообщается. США злоупотребляют статусом доллара, заявил Лавров. США злоупотребляют статусом доллара. В перспективе это скажется на надежности этой валюты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, внешнеполитический курс РФ нацелен и на обеспечение максимально благоприятных условий для сотрудничества с зарубежными партнерами. На взаимовыгодной основе и на всех географических направлениях. Видим прямое злоупотребление статусом американского доллара и в долгосрочном плане это конечно скажется негативно для этой валюты, потому что все понимают ее надежность. По крайней мере в тех условиях, которые сейчас сформировались на мировых рынках, в результате позиций США и убытки исчисляются в общем-то сотнями миллиардов долларов, заявил Лавров. На заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям Российского союза промышленников и предпринимателей. В первом туре народ сознательно испортил четверть миллиона бюллетеней. Глава ЦИК страны Юэй. В первом туре президентских выборов 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней оказалось недействительными. Причиной такого положения вещей стали в том числе и незаконные действия граждан, которые их сознательно портили. Об этом говорится на фейсбук странице главы ЦИК Татьяны Слепачук. Она назвала такие действия оскорблением большого количества людей, которые делали эти бюллетени и напомнила, что они изготовлялись за счет государственного бюджета. Фактически это порча бюллетеней, примечания редакции, обеда большого количества людей, работников полиграф комбината Украина, которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и упаковать. Людей, которые развозили бюллетени, в конце концов, членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а затем и считали. Это наши соотечественники, иногда знакомые, родственники, друзья, отметила она. Зачем сводить все к функциональной порче, когда была попытка идеологического противостояния, раз не было пункта против всех, а люди просто портили бюллетени, что непонятно. Надо было правильно распечатывать пункта против всех, не было же. Приднестровье потребовало от Запада не использовать термины фашистских оккупантов. Это о чем? Ой, ну видео мы ставить не будем. Президент Приднестровья Вадим Красносельский раскритиковал Запад за использование в отношении республики термина «транснестрия», передает корреспондент политнавигатора. Термин «транснестрия» в отношении Приднестровья придуман молдавской стороной, но изначально он появился во время Второй мировой войны, определяя оккупированную румынами зону левого берега Днестра. В нее входила Приднестровье и часть Малороссии. Лично для меня, как для человека, который уважает свою историю, свой народ, термин «транснестрия» синоним слову «холокост». Иностранцам надо привыкать произносить его истинное название – Приднестровье. Ну и так далее. Так, давайте тогда я отсюда вот эти вот. Лукашенко грозит мощнейшим ответом тем, кто захочет объединить РФ и Белоруссию. Белоруссию уже невозможно включить в состав какого-то другого государства. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в своем обращении к народу. Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, президент, правительство, будут прокляты нашим белорусским народом. А те, кто посмеет это сделать силой, получат мощнейший ответ от нашего народа. Прежде всего, от тех, кто родился суверенным и независимым, сказал Лукашенко. Че, себе тоже врагов придумывают? Он полагает, что молодые люди, родившиеся после распада СССР, не примут никакой государственной трансформации, потому что являются основой новой национальной идентичности. Из-за блонка огромной империи мы создали новое государство. Мы вырастили его, а вместе с ним новое поколение первых детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились, сказал Лукашенко. Отметим, что в последние дни в либеральных СМИ Беларуси и России активно раскручивается тезис о намерении РФ поглотить союзника до 2024 года. Кому выгодно нагнетать ситуацию? А, вот это мы смотрели. Получил свое особь с низкой социальной ответственностью. Это тебе плата от Беланова. Мустафу Наема облили фекалиями в Одессе. Одного из главных подстрекателей Евромайдана, бывшего журналиста, а ныне депутата Верховной Рады Мустафу Наема, облили фекалиями в центре Одессы. Инцидент произошел в городском саду, где продолжается конфликт вокруг реконструкции летнего театра. Наем оказывает поддержку активистам, которые противостоят мэру Одессы Геннадию Труханову и местным застройщикам Владимиру Галантернику и Аднану Кивану, обслуживая интересы их конкурентов. Сегодня Наема и сопровождавших его активистов встретила группа оппонентов. «Вы уже всем надоели, псевдообщественники! Пошли вон из Одессы! Вы не одесситы!» – закричали майданчиком. Как сообщает местное издание «Таймер», мужчина, одетый в рабочую форму, вылил на Наема и сопровождавших его депутатов Гурсовета, а также главу Одесского облсовета Анатолия Урбанского, «Ведро с нечистотами» передает корреспондент политнавигатора. На видео, опубликованном изданием, слышно, как неизвестный мужчина радуется случившемуся, сопровождает и нецензурной бранью. Среди его слов звучит «Ты получил свое, это тебе плата от Биланова». Напомним, Игорь Биланов – известный советский футболист, одессит, бывший депутат Одесского Гурсовета от партии «Родина», деятельность которой была запрещена на Украине после госпереворота. Ну, здесь действительно слишком много мата, мы это уже посмотрели. «Нас таким не испугаешь. Это четкий индикатор того, что мы на правильном пути. Пытался отшутиться наем. Полиция тут же задержала двоих человек, обвинив их в хулиганстве. Как сообщили в пресс-службе нас полиция Одесской области, по факту уже возбуждено уголовное дело. Как писал Политнавигатор, в 17-м году у ворот Летнего театра произошло столкновение противника вырубки деревьев и застройки гурсада с охранниками и полицией. Украинский фейк поставил мир на грань силового сценария. А, поэтому Свинарчук, по-моему, и у него фамилия должна быть». Порошенко довел Тимошенко до истерики одним звонком. И Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля, передает корреспондент Политнавигатора. Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко рейтерс и сообщила читателям на своей странице в Facebook. «Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот, голосом Порошенко призывает проголосовать за него», написала она, опубликовав свою фотографию во время телефонного звонка. Ранее стало известно, что предвыборный штаб кандидата Порошенко проводит обзвон избирателей, в ходе звонка звучит запись голоса пока еще действующего президента, который просит проголосовать за него 21 апреля. «Украинцы в соцсетях высказывают по этому поводу массовое возмущение. Кроме того, на улицах Киева появилась наглядная агитация, пугающая избирателей апокалипсисом и всяческими бедами, если они не проголосуют во втором туре за Порошенко». Я ни к чему не призываю, но у меня ощущение, что с учетом того, кто будет рулить Украиной после избрания Зеленского, ну понятно, кто, да, а Порошенко будут с придыханием и тоской вспоминать, как сейчас Януковича вспоминают. Так что, не знаю, что будет, как. Хотелось бы, конечно, чтобы все нормально было, устаканилось все на Украине. Хоть немного люди, чтобы вздохнули спокойно. Очень хочется, правда. Процесс переобувания на Украине принял стремительный характер. Как бы свержение Януковича не отменили. Киевский окружной суд решил, что национализация приватбанка в 2016 году была незаконной, и он должен вернуться к владельцу Коломойскому. Пикантность в том, что после национализации государство Украина влило в предбанкротный банк 117 миллиардов гривен или 4,4 миллиарда долларов. А теперь все это возвращается законному владельцу. Итого, суды на Украине за последнюю неделю освободили Савченко и Рубана, прекратили уголовное преследование Шария, сняли арест с денег Януковича, сегодня отменили национализацию приватбанка. Процесс переобувания принял стремительный характер. Как бы свержение Януковича не отменили, пишет телеграм-канал такой там. Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов. Чего? Рублей или долларов? Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия». Ух ты, продвинутые ФСБшники! Сотрудники управления собственной безопасностью ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства, старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного, следователя Алексея Колбова. Их подозревают в вымогательстве взятки в размере 65 миллионов рублей у семьи известного политолога и бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова, уголовное дело в отношении которого они расследовали. Оба офицера уже арестованы. Следователи попали в оперативную разработку после заявления сына Галумова Александра, который сообщил Управлению собственной безопасности ФСБ об их требованиях. Об их задержали 16 апреля. В тот же день Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Колбова. Тот уволился из ФСБ и в настоящее время является гражданским лицом. А меру пресечения в отношении Белоусова рассматривал Московский гарнизонный военный суд, так как он остается действующим офицером спецслужбы. Заседание суда началось вечером 18 апреля. Но о том, что Белоусова арестован, стало известно лишь к полудню следующего дня. Подозреваемые успели получить 3 миллиона рублей в биткоинах. Бывшего гендиректора ФГУ издательства «Известия» управления делами президента Эраста Галумова задержали в феврале 2018 года и обвинили в крупном мошенничестве. Вплоть до своего задержания следственную группу по этому делу возглавлял Белоусов. Спустя месяц в СИЗО Лефортова Галумов признался в течение 43 миллионов рублей при утилизации печатного станка, хранившегося в издательстве. При этом его адвокат Владимир Семенцов утверждает, что все обвинения в отношении Галумова надуманы. Как рассказал ленте.ру Семенцов, Белоусов и Колбов начали вымогать деньги у его клиента сразу после ареста. Защитник утверждает, что следователи начали оказывать давление на Галумова, требуя, чтобы тот признал вину. Посидишь под следствием годик и потом получишь условный срок, цитирует Семенцов, следователей ФСБ. В противном случае они угрожали добавить других обвинений и арестовать его сына. Осенью 2018 года сын Галумова передал чекистам через интернет кошелек 3 миллиона рублей в биткоинах. Переговоры о получении денег велись в WhatsApp и Telegram. Адвокат указывает, что все переговоры с вымогателем, представившимся Михаилом, зафиксированы, несмотря на то, что он предпочитал общаться в WhatsApp и Telegram. Сотрудники Управления собственной безопасности установили личность Михаила месяц назад. Им оказался Алексей Колбов. Как только достаточные доказательства причастности обоих офицеров были собраны, их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 290 К.РФ. Получение взятки. Так что Telegram сдал ключи. Жертвой вымогателей стал известный политолог и экономист. Изначально Эраста Галумова обвиняли в финансовых махинациях при сдаче площадей издательства «Известия в аренду». Ну, в общем, дело не в самом Галумове, а в том, кто в ФСБ проникает. На Камчатке на бизнесмена едва не подали в суд из-за долга в одну копейку. Петропавловск, Камчатский, 19 апреля, РИА Новости. Долг бизнесмена в одну копейку бюджету Петропавловска и Камчатского за аренду земли едва не стал поводом для судебного разбирательства, сообщил РИА Новости предприниматель Александр Иванов. Власти столицы Камчатки отметили, что не могут списывать долги независимо от их суммы. Как рассказал бизнесмен, он получил предупреждение о задолженности по договору аренды за использование земельного участка в размере 0,01 рублей от городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. В письме говорилось, что если предприниматель не погасит долг в 30-дневный срок, администрация будет вынуждена обратиться в суд. Сам Иванов с долгом не согласился, отметив, что уже давно выкупил участок в собственность, но все-таки его погасил. Не знаю, откуда взялся этот долг, я заплатил одну копейку в счет долга и одну копейку пени, чтобы исключить дальнейшее разбирательство по данному вопросу. Но это не значит, что этот долг, признаю, просто не хочется, чтобы чиновники тратили деньги налогоплательщиков. Дурдом. Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Москвой. Глава полицовета Украинской оппозиционной платформы «За жизнь Виктор Медведчук» в интервью Рейтер заявил, что кандидат на пост президента Владимир Зеленский в случае победы должен пойти на сделку с Москвой. По словам политиков, в украинскую экономику хлынут миллиарды долларов из России, если нарушенные из-за санкций экономические связи между странами восстановятся. Ага, и куда эти миллиарды денутся? Догадываетесь? К чьим ручкам прилипнут? Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений. Это сегодня уже было. По информации агентства, Медведчук заявил, что из-за ухудшения отношений с Москвой Киев потерял в экспорте 20 миллиардов долларов в год. Выборы президента прошли... ну-ну-ну-ну... в общем, второй тур на подходе. Во время дебатов могут инсценировать покушения на Порошенко. В управлении государственной охраны в последние дни прошло несколько неофициальных совещаний среди руководящего состава и ряда правительных специалистов. Они были посвящены дебатам на стадионе Олимпийский, которые состоятся 19 апреля в 19.00 между Порошенко и Зеленским. Как стало известно, в стране речь шла об инсценировке покушения на Порошенко либо прямо на стадионе, либо накануне его прибытия туда. Цель операции – обвинить в агрессии сторонников Зеленского и создать орел жертвенности президенту Порошенко накануне голосования 21 числа. Каким образом будет организовано это покушение, источник страны в угоне сообщил. В то же время, тема покушения на жизнь кандидатов сегодня дважды поднималась на украинском телевидении. То есть, наблюдается некоторый разогрев этого вопроса в общественном сознании. Так, в эфире программа «Большое интервью» с Надеждой Савченко, один из ведущих поднял вопрос безопасности дебатов. «Я слышал, есть риск, что стадион может быть поражен именно минометами, потому что сверху наиболее удобно было бы с какого-то расстояния», – сказал Голованов Савченко, «которую, напомним, обвиняют в намерении расстрелять Верховную Раду из миномета». На это нардеп, сославшись на свой миротворческий опыт в Ираке, ответила, что если полиция сможет организовать 7-километровую зону безопасности вокруг стадиона, то тогда бояться нечего. Правда, ведущие усомнились, что такая зона возможна в условиях города. Второй раз эта тема прозвучала в эфире программы «Право на власть», где сегодня выступал Владимир Зеленский. Приглашенный в студию журналист Дмитрий Гордон выразил опасение, что на стадионе может произойти теракт, и посоветовал Зеленскому не идти на дебаты. «Я разговариваю в эти дни со многими генералами милиции, бывшей полиции и нынешней. Вчера мне с болью звонил Николай Олегович Поддубный, генерал МВД. Он сказал мне, «Дима, это смертельно опасно для жизни. Никто не может гарантировать безопасность как отдельно взятого кандидата, так и собравшихся людей на стадионе. Если ты увидишь Зеленского, скажи ему, надо отказаться от дебатов». Также Гордон сказал, что одну из двух сцен можно взорвать. Ну, и последнее. «Русская и арабская весна перетекают в лето. Вернулись друзья с Мальдив. Они из породы типа «У нас хорошо, а на Западе все лучше, потому как цивилизация». Приехали несколько задаченные. Разговаривали с управляющим отелем «Анантара», то есть это сеть отелей. Швейцарцам Андрея ему 35 лет. Разговор обычный, как дела? Наша Эда Кунела, да вот в России кризис. В этот день как раз полыхнул Нотердам. Андрей даже подскочил. «Это у вас-то кризис? Кто вам это сказал? Кризис у вас был в 13-м, когда рубль упал вдвое. Тогда и мы загрустили. Привыкли, что русские основные клиенты. А сейчас-то что? Вот остров миллионеров на Латху. Там вилла в месяц 3 миллиона. Сколько сейчас там русских? Из 10 вилл 7 сейчас русские. Все бизнесмены. А недорогие острова. Мы сейчас собираемся русский день вести на кухне. Едут с детьми, с родителями. Заметили, что все буклеты на английском и русском. Сейчас еще на китайском будем печатать. Мы уже забыли, когда европейцы вот так легко приезжают сюда. Англичане, немцы, французы. Нет их. Зато 89% наших клиентов арабы, русские, китайцы. Я был в Москве год назад. Это мегаполис. Красивейший, чистейший. Интернет везде бесплатный. Где еще такое есть? В Дубае этого нет. А в Духе тоже. Сидишь бревнышком в веб-зале. Сейчас поднимаются мощно и активно Россия, Китай и Эмираты с Катаром. Это наше будущее. Но я, как европеец, я за Россию. Должна выстоять. С нами-то европейцами уже покончено. Домалывают. Наши цитонинские правительства. А у вас уже не русская весна. Лето. Ну, примерно так пересказали мне мои друзья его речь. Они впечатлились. Это же такая публика. Им же это должен донести европеец. Мы-то кто? Так. Лапти доморощены. А ему доверие. Вот такая статья маленькая. Русская и арабская весна перетекают в лето. Но я бы хотела еще вам кое-что прочитать. Потому что попрошу вашей помощи сейчас. Минутку. Одну минуточку. Сейчас. Я сегодня зачитывала статью Клима Подковы. Удивительные кульбиты избирательной кампании. Прямая трансляция из избирательного штаба Петра Порошенко. Там был такой нюансик. Типа пришли за Порошенко голосовать. И те, кто уж давно числится умершим. Так вот. Один мой постоянный подписчик и активный комментатор всех моих начиток, озвучек, написал продолжение. И человек сомневается в том, что у него действительно есть искра таланта в написании текстов. Поверьте, я начитала за эти три года столько. Еще до этого я же начитывала, но не для Ютуба, конечно. Так что чувствуется все равно стиль и действительно талант есть. Помогите мне убедить человека начать не просто публиковаться, а широко публиковаться. Итак, продолжение того, что написал Клим Подкова. Там идет прямая трансляция из разных городов с избирательных участков, где голосуют во втором туре. Итак, Харьков, штаб избирательной комиссии. Темнеет. В дверях появляются личности, от которых людской гул затихает, словно отрезанный бритвой. Человек без глаза и в истлевшей одежде хрипло спрашивает. «Где тут за Петра Алексеевича голосуют?» Председатель штаба в шоке. «А у вас по...» Начинает он зеленее и падает в обморок. «Патчпорт, что ли?» Спрашивает женщина в косынке, из-под которой на пол падают остатки волос. Все прибывшие тоже достают ридные патчпорта и показывают их комиссии. «Где за Петро ставить галочку?» Спрашивает одноглазый. А раздается шум второго упавшего тела на пол. Этого пола одна из наблюдателей. «В-в-в, вот тут!» Заикаясь, дает бюллетень. Ему толстопузый помощник. «А другим?» Снова сипит одноглазый. «А вы-в-вы где живете?» Пытается запить корвалолу водкой толстопузой. «Теперь на кладбище. На этом. Одноклассный чешет затылок, с которого летят клочки истлевшей кожи. Короче, мы посоветовались и решили проголосуем за нашего Порошенко». И направляется к столу. Вьются мухи. Под окнами завизжали тормоза. И кто-то, матерясь, внес в зал гроб, из которого поднималась рука с иконой Порошенко. «Вот, говорил я напарнику меньше болтать», — сказал здоровяк, попыхивая сигаретой. Покойник ожил и заставил нас именем святого Петра Порошенко везти его в ближайший избирательный участок. «А документ есть?» Пузатый хлопнул рюмку без корвалола. Толпа сзади недовольно загудела. Пузатый дал листок бюллетеня, и новоприставленный или нововоскресший за лихвастки вывел галку рядом с портретом Порошенко, перекрестился во славу Томаса и вновь испустил дух. Корреспондент. «До глубокой ночи даже умершие голосовали единым порывом за настоящего гаранта Петра Порошенко». Гудение мух мешало различать слова. «Нам бы до первых петухов успеть», – посмотрел одноглазый, и Пузатый лихо заполнил одним движением руки два ящика бюллетеней. «Но вы это, в случае чего, приходите снова», – уже не заикаясь и сияя сказал он. Но перед ним открылось пустое пространство. Пузатый снова добавил водки и пропел. «Я люблю тебя, жизнь», – и упал на пол бездыханный. «Эти выборы еще долго будут вонять мухами и тленом». В общем, вот такой вот комментарий. С комментарием можно было вообще отдельную статью зачитать, но без разрешения автора, естественно, я это сделать не могу. Поэтому прошу вашей помощи в переубеждении вот этого человека. Майк Логиш. Вот на этом мы и заканчиваем сегодня новостной блок. Третьего не будет, потому что сейчас уже там идут приготовления к дебатам. У нас уже онлайн-трансляция вот нашлась одна. Не знаю, надолго ли хватит, во всяком случае. Вот. Так что, всем спасибо, всем пока.